Горожане и гости столицы Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. В нашей студии сегодня гость, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент Мединститута Северо-Восточного Федерального Университета Елена Капитоновна Попова. Елена Капитоновна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Приветствую всех радиослушателей, телезрителей. И хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Спасибо большое и вас тоже с наступающим Новым Годом. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я знаю, что у вас ритм очень насыщенный. Ну и тем более сейчас дни, последние дни уходящего года, они у всех достаточно хлопотные, чего говорить, да? Но тем не менее вы в нашей студии, и говорить мы сегодня будем про грипп, про ковид, который сложнее, чем грипп. Но почему мы будем говорить об этом с кардиологом? Потому что, оказывается, самые сложные осложнения или одни из самых сложных осложнений получает после этих заболеваний наше сердце. И о том, как распознать эти осложнения. Может ли сам переболевший человек их распознать? Можно ли как-то подстраховаться и подложить соломинку, когда ты болеешь, и уже в параллель какую-то сердечную терапию применить? Или же, когда ты переболел, уже точно знать, что теперь тебе нужно восстанавливать сердце? Очень много вопросов, надеюсь, на которые вы сегодня нам ответите. Потому что сердце – это наш основной мотор, это один из основных наших органов. И, конечно же, каждый человек хочет, чтобы его сердце работало исправно, как часы. Поэтому, Надежда, много сегодня на вас. Расскажите. Да, конечно, сердце – это один из основных органов организма нашего человека. И мы уже с вами живем на протяжении трех лет в контакте с новой коронавирусной инфекцией SARS-2 COVID-19, которая, конечно же, преподнесла свои какие-то особые актуальности по влиянию на сердечно-сосудистую систему. Значит, давайте вот рассмотрим. На протяжении трех лет уже проведены ряд многочисленных научных исследований, на основании которых мы можем сказать, как влияет вирус SARS-2 COVID-19 именно на сердечно-сосудистую систему. Вирус, попадая в организм, он имеет прямое повреждающее действие на сердечную мышцу, в ответ которого организм вызывает нарушение иммунного ответа, иммунные нарушения, в частности, мы говорим о гуморальном иммунитете, может протекать аутоиммунное воспаление, которое вызывает воспаление сердечной мышцы, называемое это миокардит. Следующее повреждение – это клетки сердечной мышцы и сосудистой стенки. Они содержат в себе определенный ряд рецепторов, медиаторов, ферментов, которые при контакте с вирусом происходят нарушения дисбаланса равновесия вот этих ферментов, рецепторов, медиаторов. И данное нарушение равновесия, оно приводит к тому, что стенка сосуда становится истончена, воспалена. Во-первых, скажем, это будет воспалена, происходит воспаление внутренней оболочки сосуда, которое приводит к нарушению сосудистой проницаемости. Стенка становится менее эластичной, жесткой, и как следствие это приводит к нарушению периферического сопротивления сосудов. Поэтому зачастую мы видим, что у пациентов с COVID-19 отмечается повышение уровня артериального давления, даже у тех, у которых ранее этого не было, не отмечалось. А у тех, у которых уже имеется, была гипертоническая болезнь, то зачастую бывает, что утяжеление, увеличение, нарастание цифр артериального давления. Именно поэтому, может быть, нам рекомендуют, тем, кто переболел ковид, пить очень долго разжижающие, кроверазжижающие препараты? Ага. Или это не туда? Нет. И вот как раз вы опередили, да, и третий механизм повреждающего действия вируса – это воздействие на свертывающую систему крови, когда происходит повышенное тромбообразование и, соответственно, осложнением, которое является нарушением возникновения микротромбозов. Да, все эти три механизма, которые мы сталкиваемся по влиянию на сердечно-сосудистые системы, именно вирусом SARS-2 COVID-19. Но давайте рассмотрим, кто чаще всего может предрасположен к развитию таких заболеваний и осложнений. Да. Кто-то может выйти и с нормальным сердцем из ковида? Да. Ну, здесь нужно отметить несколько групп, да. Первая группа – это лица, которые уже имеют в своем анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы. Это наличие артериальной гипертензии, наличие ишемической болезни сердца, таких как стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца, например, фибрилляция предсердия, нарушение проводимости сердца, наличие имплантации кардиостимулятора. Сегодня у таких пациентов тоже много. Это могут быть пациенты с сахарным диабетом, например, которые тоже имеют осложнения сердечно-сосудистые, да. Это пациенты, имеющие сердечную недостаточность. То есть вот эта вот категория пациентов, которая наиболее уязвима. У этой категории пациентов наиболее чаще риск развития неблагоприятных прогнозов и осложнений. Зачастую вторую группу, давайте вот скажем, кто относится ко второй группе, да, это лица, которые не имеют на момент контакта с вирусом каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний, но имеют определенный ряд предрасполагающих факторов, которые могут привести к развитию этих заболеваний, да. Это хорошо нам всем известны избыточная масса тела наличия. Это ожирение, абдоминальное ожирение сегодня это актуально. Это гиподинамия, это курение, это сахарный диабет, нарушение обмена липидного профиля крови, то есть холестерина и его фракции, нарушение обмена глюкозы, углеводного обмена, это сахарный диабет опять же, да. То есть, когда пациент имеет ряд вот этих предрасполагающих факторов, а зачастую это бывает не один фактор, а комплекс этих факторов, то контакт с вирусом, он может как раз вот запустить те воспалительные, на фоне воспалительных реакций, изменений сосудистой стенки, как раз вновь выявленные сердечно-сосудистые заболевания, те, которых не было у него до контакта с вирусной инфекцией, так скажем, да. Вот, например, воспользуюсь служебным положением, о себе поговорю. Я переболела ковид, у меня есть избыточная масса тела, у меня повышенный холестерин, но при этом, когда я уже после ковида сдала анализы, кардиограмма у меня в норме. Стоит ли мне переживать, что может у меня как-то показатели станут хуже, например, с сердцем, и кардиограмма – это достаточный исследование моего сердца, или нужно ещё как-то его смотреть, чтобы быть уверенной, что оно… И вот у людей с избыточной массой тела сердце в жиру? Да, ну, когда у пациента имеется ожирение, то все органы, они, в общем-то, покрыты, бывают жировой тканью. Это действительно так. Так неприятно, правда. И поэтому, кто чаще всего тяжелее, у кого чаще всего протекает заболевание SARS-2, COVID-19, это как раз были лица с ожирением. Именно с ожирением, не с избыточной массой тела, а именно с ожирением, да. Почему? Потому что как раз вот так те клетки, которые находятся, располагаются в жировой ткани, адипоцит, например, называется, они как раз и подвержены тем изменениям вируса, которые… Прямым повреждением вируса, которое может воздействовать. И запускать те иммунные нарушения, о которых мы сегодня говорили, те воспалительные процессы, в последующем они как раз и активизируют дисбаланс вот этих нарушений ферментов, рецепторов, приводящих вот к нарушению самой сосудистой стенки. Ну вот из тех факторов риска, которые вы назвали, ну, редко кто вот совсем никуда не попадает. У кого-то либо холестерин там повышенный, у кого-то диабет, у кого-то еще какие-то заболевания, да, но мало людей абсолютно здоровых. Как после ковида тогда поддержать свое сердце? Что делать? Вот, допустим, я слышала, что врачи рекомендуют после ковида вообще не переставать очень долго, и вирус ведь еще не изучен до конца, не переставать пить кроверазжижающий, чтобы было как-то сосудам легче, чтобы кровь не густела. Этого достаточно или что-то еще, какие-то витамины, может быть, для сердца нужны. И опять же, если у человека лишний вес, да, и мы любим же вот там садиться на диету, быстро его сбрасывать, идти в спортзал там себя перегружать, что в этот момент происходит с нашим сердцем? Что он в этом случае нам говорит, остановись или продолжай? Ну, тут, наверное, надо сначала сказать, что имеется три периода заболевания SARS-2 COVID-19, да, их можно разделить на три периода. Это острый период заболевания, он длится до четырех недель, далее последствия перенесенного COVID-19 до 12 недель, и непосредственно постковидный период, это более 12 недель. Конечно же, когда мы говорим о лицах, имеющих уже в своем анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, у них чаще всего это, значит, возможность прогностически неблагоприятных последствий, осложнений, это чаще всего встречается именно в остром периоде, в конце острого периода и в последствии, в последующем периоде до 12 недель. Когда мы говорим о более здоровых людей, то чаще всего это может быть или через два месяца, через три месяца, или даже вот в постковидном периоде это вот спустя уже 12 недель. Здесь нет такой вот активности, что кто может заболеть, да? Заболеть осложнения могут произойти у любого, да? И зачастую бывает, что человек перенес легкие симптомы COVID-19, а последствия будут у него уже значимые, так скажем, да? И как бы часто бывает, что говорят, что у меня COVID-19 протек вообще незначительно, незаметно, да, но был там ПЦР положительный, значит, но сейчас у меня имеются определенные последствия. Здесь надо смотреть на клинику. Значит, если вы замечаете после перенесенной инфекции, что такие симптомы, как общая слабость, нарастающее общее недомогание, немотивированное именно, да, это одышка, связанная с физической активностью, снижение толерантности к физической нагрузке. То есть это когда человек, например, до вирусной инфекции. Мы во втором блоке обязательно продолжим говорить об этом. Сейчас на короткие две минуты уходим. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент Мединститута Северо-Восточного Федерального Университета Елена Капитоновна Попова. Мы говорим о том, как беречь свое сердце, как о нем заботиться. И особенно делаем акцент на тех людей, которые перенесли COVID. И, оказывается, нет гарантии, что если ты переболел COVID в легкой форме, если ты даже этого не заметил, и нет шансов, что у тебя не будут последствий серьезных для твоего сердца. И одна из последствий, или, может быть, вообще это не последствия после COVID, а вообще достаточно популярное заболевание, это анемия, когда нужно поддерживать как-то свое сердце дополнительно. Расскажите. Так, ну мы вот вначале все-таки давайте докончим ту мысль. Давайте я уже забыла, и мне сложно воспроизвести. Какие вот симптомы могут быть, чтобы настороже держать именно того пациента, который перенес COVID-19? Это вот общая слабость, как я уже сказала, немотивированное, общее недомогание, одышка. Вот тоже важный симптом – это одышка, которая бывает связана именно с физической активностью и со снижением активности, переносимости физической тех нагрузок, которые он переносил до COVID-19 легко. Например, если сейчас у него одышка усиливается и появляется, например, при обычной выполняемой физической нагрузке, которую он раньше не замечал, или, например, когда она стала появляться в состоянии покоя, это тоже, в общем-то, тревожный симптом, который говорит, возможно, о повреждении именно поражений сердечно-сосудистой системы. Следующее – это учащенное сердцебиение. Пульс, в общем, если в покое пульс выше 90, например, 100, 110 или даже 120 в состоянии покоя, это является тоже тревожным симптомом, который стоит обратить внимание данному пациенту. Это… Только по пульсу можем это понять? Или всё-таки ты чувствуешь, когда у тебя сочинение? Как правило, чаще всего это ощущаешь, но так как мы сегодня все имеем определённые гаджеты, которые нам могут показывать, какой у нас пульс, и зачастую мы видим этот пульс в ночное время, например, мы можем даже увидеть в покое, когда лежим. И если вот мы видим, что пульс у нас в покое выше 90, это, в общем-то, и есть симптом, когда нужно обратиться, обратить на это внимание и в дальнейшем обратиться к специалисту. Следующее – это нарушение ритма сердца, да, это когда человек ощущает перебои в работе сердца, неритмичность пульса, так скажем, да. Далее – это отёки нижних конечностей могут появиться, это может быть небольшая такая пастозность, да, небольшая отёчность, не обязательно это выраженные должны быть отёки, даже небольшие отёки тоже, в общем-то, говорят о каких-либо изменениях, которые происходят, да. Это боли в грудной клетке, конечно же, да. Это головокружение, выраженные симптомы головокружения. Оба руки, если. Да, это могут быть даже вплоть до синкопов, да. Кратковременная потеря сознания называется синкопы. И если, вот как я уже сказала, да, до перерыва, что имеется три периода заболевания COVID-19, да, и если человек после выписки, перенесенный COVID-19, на протяжении длительного периода, например, до трёх месяцев, ощущает, продолжает ощущать данные симптомы, то они должны его насторожить. Данные симптомы, они, как правило, чаще всего бывают до одного-полутора месяцев после перенесенной инфекции. Ну, это уже как последствия могут быть, да. Если эти симптомы не проходят, не исчезают, а если даже имеется нарастание этих симптомов, то сам или сам человек должен обратиться, или члены его семьи должны подсказать ему, чтобы он именно пришёл на консультацию к врачу-терапевту, а лучше всего, конечно, к специализированному доктору, это к врачу-кардиологу. И только врач-кардиолог может провести определённые методы обследования, снять электрокардиограмму, сделать суточное мониторирование, провести визуализацию сердца, то есть провести ультразвуковое исследование, и в последующем на фоне анализа всех полученных результатов выставить диагноз, имеется ли поражение сердца, и назначить именно целенаправленное лечение. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня зачастую бывает, что не только ведь лица, имеющие заболевания от сердечно-сосудистой системы до COVID, но зачастую бывает, что лица молодого возраста, среднего возраста, трудоспособного возраста тоже имеют проблемы с сердцем. И так как я уже говорила выше, что вирус SARS-2 COVID-19, он имеет прямое повреждающее действие на сердечную мышцу, который вызывает именно нарушение иммунного статуса организма, и приводит к воспалению сердечной мышцы. Называется это миокардит, вирусный миокардит. По статистике научных исследований известно, что, например, развитие вирусного миокардита после гриппа, ОРВИ, как правило, это колеблется в цифрах 5-15%. Тогда как развитие миокардита после SARS-2 COVID-19 достигает 50-70%. То есть практически каждый четвертого может быть те или иные симптомы, которые показывают на наличие вирусного миокардита. Частота значимо выше. Почему? Потому что вирус более агрессивный, и те механизмы, которые вызываются в организме человека, мы уже об них обсудили. Ведь COVID лечат именно гормонально и садят иммунную систему намеренно. Только так можно его вылечить? Да. Тогда получается, что у всех сердце будет страдать? Нет. Но опять же это зависит от исходного иммунной системы организма. Мы все имеем разную иммунную систему. Мы все разные люди. У нас собственный, как говорится, фенотип и генотип тех непосредственных жизненно важных элементов крови, так скажем. И поэтому у каждого свои какие-то хронические заболевания, других органов, которые тоже могут влиять на иммунный статус. И в частности, вы говорили об анемии, например. На севере же у многих людей анемия. Нам советуют пить железо, при этом это тоже помощь сердцу. Есть яблоки, всё. Как ещё лечат анемию? Она же не проходит или бывает чуть-чуть вроде показателей получше, а потом обратно скатывается? Ну, причины анемии, конечно, очень много. Одна из основных причин – это, конечно, элементарный фактор, так скажем. То, что мы всё-таки живём на севере, мы не можем потреблять в достаточном объёме витамины в виде овощей, фруктов. Не все могут себе позволить в экономическом плане, так скажем. Некоторые даже не любят овощи и фрукты, намеренно не едят, просто не воспринимают организм. Всё верно. И второе – это то, что у нас имеется, возможно, имеется заболевание желудочно-кишечного тракта, изменение гормонального фона. Как правило, у нас актуально это изменение в щитовидной железе, которое тоже влияет на содержание железа. Это работа желудочно-кишечного тракта, особенно желудка, содержание именно тех желудочного сока. Например, состав желудочного сока тоже сильно имеет влияние. У нас длительная зима, которая, в общем-то, приводит к тому, что нарушается содержание атмосферного воздуха. Мы стараемся делать менее глубокие вдохи, так скажем, поверхностное дыхание. Соответственно, у нас тоже происходит гипоксия. Гипоксия – это снижение уровня кислорода во всех клетках организма. Кстати, про дыхание. Мы когда хотим как-то подправить своё здоровье, что мы делаем? Мы покупаем витамины, идём в аптеку, идём в спортзал. Мужчины считают, что где-то тяжести потягал, ты вроде как разведелся и какую-то нагрузку дал организму, и что это в плюс. На самом деле, что в этот момент происходит с нашим сердцем? Насколько для него вот эта резкая физическая активность или периодическая физическая активность, вот эти витамины, которые мы сядем, насколько для него это хорошо? Вообще, надо сказать, что организм человека – это целостная структура. Зачастую бывает, что многие думают, что голова отдельно, сердце отдельно, печень отдельно, почки отдельно. Врачи же отдельные, мы ходим сначала одно лечим, потом другое. Но организм – это одно целое, которое взаимосвязано. И содержание элементных составов крови, оно очень важно в каждой клетке организма. Если у нас, например, не хватает каких-либо микроэлементов, витаминов, то это сказывается и на содержании всех органов систем. Например, если у нас не хватает, скажем, железа, то, соответственно, что происходит? Это недопоставка кислорода. Недопоставка кислорода, в частности, к сердечной мышце. И поэтому считается, что если человек приходит в спортивный зал, имеющий уже исходную, среднюю, тяжёлую степень анемии… О которой он может и не знать. Да, о которой он может и не знать. Только анализом он может. И зачастую бывают симптомы какие-то – слабость, немотивированная, в общем, такое общее недомогание, головокружение могут быть небольшие, головные боли. Зачастую что говорят? Мало двигаюсь, поэтому кислорода не хватает, и я пойду в спортивный зал, буду заниматься, и таким образом активность свою физическую повыжу. Но в данном случае мы, наоборот, усиливаем нехватку кислорода к сердечной мышце путём усиления вот этих физических тренировок. Нагрузки. Да, вот этих нагрузок. И таким образом мы, наоборот, даже можем ухудшить своё состояние. Поэтому рекомендуется, если человек хочет начать физические тренировки, то здесь нужно, во-первых, обязательно пройти медобследование, которое включает в себя не только определение общего анализа крови и биохимические показатели, как правило, чаще мы всего делаем, а именно тот микроэлементный состав, который очень важен для сердечной мышцы. Ещё не везде же ты сможешь делать вот такой вот анализ на витамины, которых не хватает, ещё и там выборочно, и не всегда ты можешь анализ сделать сразу, полностью, весь. И это очень, мне кажется, важно, то, что вы сейчас говорите, потому что, когда мы приходим в спортзал, мы видим тренировок, которые мотивированы заработать побольше денег, и суммы за тренировки достаточно высокие, и нам хочется поскорее прийти в форму, да, и мы про это забываем. Дорогие слушатели и зрители, мы сейчас на две короткие минуты уходим на рекламу, очень скоро вернёмся, оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Елена Капитоновна Попова. Мы говорим о том, как уберечь своё сердце. У нас последний, третий блок. Вы можете задать свои вопросы 32 00 66, 32 11 66 нашей гости и расспросить про своё сердце. Во втором блоке мы говорили о том, насколько могут навредить физические нагрузки человеку, если он не знает о состоянии своего сердца, состоянии своего здоровья. А никто и не знает. Мы приходим в спортзал, нас там радостно встречают, выставляют нам прескуранты. Просто своим опытом хочу поделиться. Я как-то весной захотела начать новую жизнь и подключить к своей жизни спорт. Спорт пришла, и тренер меня стал сразу же нагружать большими килограммами, которые я могу поднять. Я почувствовала, что тело моё не выдерживает. Я подумала, что это моё сопротивление и моя лень. А теперь я понимаю, что интуиция мне верно подсказывала, потому что первым этапом для того, чтобы заняться спортом, нужно всё-таки сначала сдать анализы и показать их тренеру. И каждый тренер должен спросить о том, что с твоим организмом. И всё-таки сначала это врач, должен быть врач. А мы вот так вот со своим здоровьем иногда обходимся. Я вот вспоминаю спектакль, моноспектакль Гришковца, где он говорит о том, подробно рассказывает, что происходит с его сердцем, когда он бежит и в спортзале активно за всю жизнь в одну тренировку всю спортивную нагрузку хочет уместить. Для нашего сердца тогда какая будет нагрузка хорошая, приятная и безопасная, если всё-таки мы не очень хорошо владеем информацией о том, каких микроэлементов у нас не хватает в организме и насколько у нас анемия присутствует. Что будет безопасно, чтобы не откладывать на завтра? Ну, опять же, да, на основании результатов тех научных исследований, которые проводят учёные, врачи, кардиологи, нам уже известно, что это наиболее благоприятное для сердца – это умеренная физическая нагрузка. Именно аэробная. Что такое аэробная умеренная физическая нагрузка? Это ходьба на свежем воздухе. Значит, в каком темпе ходить? Часто иногда задают вопрос. Можно ведь ходить медленно, можно бежать лёгкой пробежкой, что хорошо. Да, но здесь, опять же, всё зависит от того, в каком состоянии исходно, да, базово, так скажем, исходно находится данный человек. Имеется ли у него какая-либо патология уже со стороны сердца, да? И какой у него исходный пульс? Вот это важно именно. Какой у него исходный пульс? И какие у него симптомы могут возникнуть при ходьбе? Если он хорошо себя переносит? Если он благоприятен, никаких нет симптомов, ни болевого симптома, ни одышки, ни выраженного учащённого сердцебиения, которое может сопровождаться головокружением, он может идти в том темпе, к которому он идёт. Считается, что пульс мы можем повысить на начальном этапе это на 30% от исходного. В последующем, если мы это повышение пульса ощущаем себя хорошо, мы можем ещё повысить на 20-30%. То есть вот опять же мы можем адаптироваться к этому пульсу. Это может быть не сразу, не за 2-3 дня, это может быть месяц, два, и у некоторых это три, и далее более даже месяцев. Но если человек садаптировался к этому пульсу, мы можем ещё повысить. Да, но и считается максимальный пульс, который человек может переносить, это 70% от исходного пульса, 70-75% от исходного пульса. Пульс может быть разный, да, исходный. Поэтому сколько можно ходить, да, считается, что 5 раз в неделю по 30-45 минут. Очень хорошо это физические упражнения, обычные физические упражнения, да, они тоже приносят большую пользу. Обычно это без нагрузки, без особой, да, просто растягиваешь, тянешься зарядкой. Да, растяжка, вот типа зарядки, вот, да, или это может быть небольшие гантели, скажем, 3-5, для мужчин это до 7 килограмм может быть, да, то есть незначительные веса, так скажем, да. Да, это, значит, кроме этого мы можем еще что порекомендовать пациентам, да, людям. Именно ту нагрузку, например, вот так вот, если мы живем в холодном климате, если мы, например, у нас не позволяют климатические условия ходить на улице, а мы рекомендуем, например, да, то выход какой, или можно пойти в спортзал и ходить по беговой дорожке, или второй выход, это купить беговую дорожку к себе в квартиру и уже непосредственно дома ходить. Но физическая активность, она должна быть обязательно и именно умеренная. Как дышать правильно при ходьбе, и если мы, не все же нас могут гулять на свежем воздухе, где лесная какая-то зона, да, мы в основном, если там 2-3 остановки пройдем, это вдоль дороги, да, когда есть вот эти вот выхлопные все машинные пары, здесь больше пользы все-таки или больше вреда. И дышать как вот при ходьбе, какое значение имеет дыхание? Обычно ты идешь, дышишь, или все-таки надо как-то концентрироваться на вдохе и на выдохе? Сейчас очень популярно. Вдохни носом глубоко, выдохни ртом, сделай это несколько раз там до конца, и все это прям везде-везде, нам на разных практиках советуют. Как чтобы и ковид быстрее прошел тоже. Ну, во-первых, когда мы идем по улице, пользы больше, чем вреда, потому что именно физическая активность, она активизирует работу сосудистой стенки, улучшает периферическое сопротивление. Когда мы говорим о сердечной мышце, она улучшает насосную функцию сердца, а мы знаем, что сердце основная функция – это именно насосная функция. Поэтому с учетом вот этих функций пользы больше, чем вреда. Поэтому я рекомендую ходить все-таки, например, на работу и с работы ходить пешком. И дышать обычно, как ты дышишь? А вот ходьба с палками, насколько она лучше, чем обычная ходьба, например, для пожилых людей? Ну, вот скандинавский тип ходьбы, он как бы предполагает, что когда человек ходит за теми палками, то, соответственно, шаг у него становится чуть больше, дыхание замедляется. Почему? Потому что во время такой ходьбы человек более глубоко должен дышать, делать более глубоко выдох. И, соответственно, считается, что это более полезно, особенно для пожилых. У нас есть еще вопрос один от нашей слушательницы, который интересуется, что делать, когда давление скачет. Вот, допустим, с утра оно более-менее к норме, а ближе к ночи оно повышается. И 80 лет получает человек терапию, лечится, но, тем не менее, давление вот так вот нестабильно. От чего это может быть и что с этим делать? Ну, во-первых, как я уже говорила, в клетках сердечной мышцы, в клетках сосудистой стенки у нас имеются определенные рецепторы и ферменты, которые отвечают именно за периферическое сопротивление. И так как у людей старшей возрастной группы стенка становится более жесткая, снижается эластичность, то, соответственно, и периферическое сопротивление у них тоже более значимо изменяется. Во-вторых, ведь какие проявления вот этого периферического сопротивления наиболее бывают значимы в мелких артериях, в мелких артериях мелкого калибра, да. И зачастую это бывают почечные артерии, нарушается почечный кровоток и, соответственно, нарушается работа почек. Нам надо сказать, что в почке как раз особенно ответственны за дисбаланс вот этих вот рецепторов и ферментов, которые мы говорили сейчас. То есть если давление высокое, значит что-то с почками не то? Ну, как правило, чаще всего может нарушаться именно почечный кровоток, но это не обязательно, что почки болят, да. Это может быть просто снижение функции почек, да, связанной именно с нарушением почечного кровотока в почечных артериях. А почки ведь это тоже один из органов, который очень страдает после ковида. Да, да. Потому что после ковидные больные, они прямо вот даже попадают вот туда к этим специалистам, нефрологам, и прям там серьёзное лечение получают. Да, но вот как раз вот связано с тем, что нарушается кровоснабжение в почечных артериях. Может быть, какие-то общие рекомендации у вас будут, у нас остаётся 3 минуты до конца эфира, даже чуть меньше, для наших слушателей. В уходящем году, может быть, ещё что-то можно сделать полезное для своего сердца в эти дни, и как на протяжении всей жизни всё-таки, может, какие-то простые есть советы поддерживать его работу? Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что не надо пренебрегать диспансеризацией, особенно постковидной диспансеризацией. Сегодня в поликлиниках по месту жительства это активно проводится. На основании результатов от проведённой диспансеризации врач может увидеть те или иные отклонения и порекомендовать более углубленное обследование у врача-специалиста. Далее рекомендуется, если вам 40-40, мужчины 40 лет, женщинам рекомендую 45+, раз в год обязательно контролировать свои показатели крови, да, это общий анализ крови, это обязательно уровень холестерина, уровень глюкозы, показатели работы печени, почек, обязательно нужно контролировать. Электрокардиограмма, чтобы не запустить тот механизм, который, возможно, уже формируется, особенно если имеется наследственная предрасположенность или те предрасполагающие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ну а также если вы перенесли вирусную инфекцию. Посещать врача-кардиолога я рекомендую, если нет каких-либо проблем, но вы перенесли вирусную инфекцию, так скажем, да, обязательно в течение двух-трёх месяцев. Спасибо большое вам, Елена Капитоновна, за сегодняшний такой экскурс к нашему сердцу. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, и слушателей, и зрителей также благодарю всех за внимание. Я тоже присоединяюсь и искренне поздравляю всех радиослушателей с наступающим Новым годом. Здоровья вам! Да, будьте здоровы! Отличного счастья! Спасибо!